В эфире ОТС Новости в студии Александр Ширудила. Добрый вечер и прямо сейчас коротко о главных темах на сегодня. В этом случае не надо паниковать. Надо либо развернуться на спину, как это сделал я, отдохнуть и пытаться выплатить к берегу. Температурные рекорды, забитые пляжи и сезонная работа для врачей. Как избежать опасности при отдыхе у водоемов? Здесь ничего заморского. Например, говяжий окорок из куйбышева с луковым вареньем, рыбий сыр из тагучина, капустный хлеб и много чего другого. Путь к сердцу туриста лежит через ресторанное меню. Какие необычные рецепты помогут привлечь гостей в Новосибирскую область? Чтобы отчеканить монету, следует точно попасть по прессу. От удара зависит, насколько четким будет изображение. Новая кузница как пример того, что можно сделать при государственной поддержке. Кто и на каких условиях может рассчитывать на безвозмездную субсидию? Увеличить объем производства в три раза. Такая задача стоит перед новосибирским филиалом одного из крупнейших оборонных предприятий страны НПО Кудган-Прибор. Перспективы развития руководители завода сегодня обсудили с губернатором Андреем Травниковым. Сейчас в цехах выпускают самую востребованную для Министерства обороны продукцию. Параллельно идет и освоение новых производственных планов, и дальнейшее строительство, и ремонт, реконструкция, восставление корпусов производственных цехов. И темпы, конечно, впечатляют. Я уверен, что ни одна западная страна не способна так мобилизоваться и так организовать новые производства, увеличивать объемы, как Российская Федерация. Конечно же, правительство Новосибирской области, кстати, и муниципальные власти оказывают всяческое содействие для скорейшего увеличения объемов производства на подобных площадках. Расширение ассортимента и увеличение объемов производства позволит создать десятки новых рабочих мест. В Новосибирске продолжают реконструкцию завода, корпуса которого были заброшенными еще два года назад. У обанкротившегося предприятия выкупили площади и уникальные станки, которые изначально планировали сдать на металлолом для погашения долгов. Но производственные мощности удалось сохранить. Они больше половины уже были проданы. Нам пришлось с людьми договариваться, перепупать деньги в обратную выплачу, сделать и останавливать. Но кто-то с пониманием, с тем, кто приходилось там как-то общаться уже более жестко. Ну потому что мы просто не давали. Ну представляете, это даже неправильно. Такие уникальные пресса, где фундаменты до 10 метров, их сдавать металлолом, это просто преступление государственное. То есть такие представители надо за границей заказать и будет изготавливать минимум три года. В ходе обсуждения перспектив развития производства на этой площадке Андрей Травников предложил возродить историческое имя предприятия «Сипстикстильмаш». Глава региона также выступил с инициативой восстановить деятельность ветеранской организации. Все эти годы бережно сохранявшие традиции завода. Представители Курган-прибора поддержали предложение губернатора Новосибирской области. От подковы до канделябра демобилизованный участник специальной военной операции открывает кузницу. Помочь в реализации собственного дела мужчине помогла региональная программа содействия занятости. В будущей мастерской побывала Юлия Алиханова. В мае прошлого года Роман Фролов ушел добровольцем в зону СВО. 3 июля его жизнь разделилась на до и после. В этот день вся группа подорвалась на противотанковых минах. Чудом остались живы. Из-за контузии мужчина был вынужден покинуть фронт. Вернувшись домой, вспомнил о давней мечте – собственной кузнице. И с помощью господдержки решил воплотить ее в жизнь. Как-то же надо продолжать жить, трудиться и так далее. Я обратился в Центр занятости населения. Консультанты помогли. Я идею рассказал. Семейный клуб выходного дня. Люди приходят с детьми. Я им показываю, рассказываю, объясняю. Будут три наковальни. То есть инструменты будут одинаковые. Тесы кузнечные, наковальни. Закладываем заготовки в горно. Достали. Я начинаю делать. Они повторяют за мной. То, что сделали, соответственно, то, что я сделал, то, что они сделали, они забирают себе. Мерами господдержки Роман уже пользовался. Мужчина в числе первых, кто получил сертификат реабилитации, который с 1 марта действует в регионе. Сегодня на него подали заявления больше 200 участников. 20 из которых заявили о желании решить вопрос с трудоустройством. Из 24 ребят сегодня 5 человек, которые нам нужна помощь в трудоустройстве. Трое из них. Один трудоустроен в найм. Два у нас предпринимателя, которые воспользовались сертификатом. Двое ребят недавно обратились из этих пяти. И вот сейчас по ним идет процесс трудоустройства. Поэтому проект живой, проект работы. Вот сегодня яркий пример того, что мы увидим. Выделенные 350 тысяч мужчина потратил на оборудование. Закупил все необходимое, чтобы обучать желающих художественной ковке. После посещения кузницы каждый может забрать с собой не только незабываемый опыт, но и памятную монету на удачу. Чтобы отчеканить монету, следует точно попасть по прессу. От удара зависит, насколько четким будет изображение. На выходе получается вот такая монетка, которая в трудной ситуации поможет принять правильное решение. Традиция. Такое название будет носить будущая кузница. Осенью Роман планирует закончить ремонтные работы и пригласить к себе первых учеников. Юлия Алиханова, Валерий Павлов. Новости ОТС. Пенсионерке удалось чудом выжить после столкновения с поездом под Новосибирском. Женщина в возрасте 74 лет решила перебежать железнодорожные пути, но потеряла сознание от страха, когда увидела приближающуюся электричку. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог. Бабушку с травмами доставили в больницу. Инцидент произошел неподалеку от платформы на станции Береговая, где электропоезда замедляют ход перед остановкой. Иначе все могло закончиться более трагично. Термометры в Новосибирской области впервые показали плюс 50. Такие данные зафиксировали в Чистозерном районе. Дальше шкала просто закончилась. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду. Высокая температура окружающего воздуха – это стресс для организма любого человека. Иногда тепловой удар может быть смертельным, а для некоторых пострадавших он связан с необратимыми последствиями для здоровья. Головной убор не находится на открытом солнце, особенно касается людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это соблюдение питьевого режима обязательно. Ну и при посещении пляжей нужно учитывать то, что в самой пиковой солнечной активности там на открытом солнце находиться не нужно. С начала лета в приемное отделение НИИТО поступили 7 пациентов с различными травмами, полученными во время купания. Чаще всего при нырянии вниз головой. Однако это не единственная опасность во время пляжного отдыха, который, к сожалению, иногда заканчивается трагедией. Иван Деревянченко отправился на реку в компании спасателей. Сегодня опять жара. И берег реки Иня притягивает всех, кто ищет прохлады. Именно такие места наиболее опасны для жизни. 6 июля здесь унесло течением 7-летнего мальчика. В жаркий день они с другом решили искупаться без присмотра взрослых. Спустя два дня тело ребенка нашли в полутора километрах ниже по течению от места купания. Правила трагедии происходят с детьми, которые без присмотра родителей. Либо родители занимаются своими делами, жарят мясо или что-то подобное. Либо это состояние алкогольного опьянения. Подобные трагедии случаются каждый год. Причины одна и та же. Купание в непредназначенном для этого месте. Наиболее безопасные варианты для отдыха на воде – официальные городские пляжи или же бассейны. На них дежурят бригады спасателей, которые всегда придут на помощь. Тихий и живописный берег – не место для купания. Даже неглубокая речка влечет за собой большую опасность. Течение в таких местах неравномерное, а потому утонуть здесь проще простого. Поначалу вода кажется спокойной. Верхнее течение гораздо слабее нижнего. Здесь любители искупаться и поджидают опасность. Из-за активного движения реки человек теряет равновесие, начинает паниковать и захлебываться. В этом случае не надо паниковать. Надо либо развернуться на спину, как это сделал я, отдохнуть и пытаться выплыть к берегу. Либо сей силы сразу пытаться выплыть к берегу, но не сопротивляя течению. То есть по течению также выплываете вдоль берега. Не надо сопротивляться. Вы потратите силы и не сможете ничего сделать. При обнаружении тонущего человека попытка его спасти может повлечь за собой еще одну трагедию. В этом случае необходимо как можно быстрее вызвать спасателей по номеру 112. Звонок бесплатный. При разговоре с оператором нужно четко обозначить проблему и указать адрес. Иван Деревянченко, Евгений Агеев. Новости ОТС. Ситуацию в новосибирской школе номер 82 прокомментировали в Министерстве образования. Напомню, несколько учителей написали заявление об увольнении и обратились в средства массовой информации с жалобами на ухудшение условий труда после назначения нового директора. Вот что сказал министр образования Сергей Федорчук в эфире нашего канала в программе «Регион лайф». Я встречался с частью молодых педагогов совсем недавно, спрашивал их мнение, они все это читали, и они так вообще не поддерживают эти вещи. Они считают, что коллеги их поступили неправильно, и многие вещи, которые там были описаны и которые подаются как конфликтные, они не соответствуют действительности. Более того, скажу, там говорится о 12 педагогах, так вот, часть из них, примерно половина, она ушла не из-за конфликта с директором, а совершенно по другим причинам, и некоторые даже на повышение люди ушли. В эфире ОТС Новости. Смотрите далее в нашем выпуске. В настоящий момент у нас порядка 40 долгостроев. До конца года мы по всем объектам примем решение. Сейчас строители приклеили гидроизоляцию на проезжей части и на тротуаре, положили арматурную сетку, все это будет заливать бетоном, и дальше будет два слоя асфальта. Сейчас же я захожу в такую развитую торговую сеть, мне говорят 200% и больше. Я говорю, да кто же ее тогда будет покупать за эти огромные деньги? Попробовать Сибирь на вкус, привлечь туриста в Новосибирскую область благодаря разнообразию лакомых и исконно локальных рецептов намерены новосибирские рестораторы. Для этого разработано целое меню, которое собрало все лучшее из разных уголков региона. Кроме того, блюдо можно попробовать в одном месте. Вскоре стартует масштабный фестиваль, поддержку в проведении которого окажет и областное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым. Чем будут угощать, узнал Дмитрий Белькевич. Пучки заячьи верченые, головы щучьи. С чесноком икра черная, красная. Да, заморская икра. Баклажанная. А здесь ничего заморского. Например, говяжий окорок из куйбышева с луковым вареньем, рыбий сыр из тогучина, капустный хлеб и много чего другого изготовлено из местного сырья нашими же сибирскими руками. Все эти блюда изготовлены по старым сибирским рецептам, найти которые удалось основателю и партнерам новосибирского гастрономического инкубатора. Приготовить несложно. Сложно было собрать действительно уникальные рецепты, которые являются рецептами не из интернета, а рецептами семей. Соответственно, здесь у нас и тогучин, здесь у нас и куйбышев, здесь у нас и красноозерка, и маслянина, и сузум, и отклики северного района Новосибирской области. Поэтому, скажем так, палитра из 5-6 районов сегодня здесь представлена. Это только начало. То, что путь к сердцу туриста лежит через его желудок, поняли давно. Главное было организовать работу правильно. Понадобилась поддержка областных властей. Основная задача этой площадки, это как раз таки не только проведение разного рода мероприятий, а в том числе и образовательный формат, где есть возможность уже сегодня для опытных рестораторов, для представителей сферы хорики, так скажем, получить какой-то дополнительный опыт, получить какие-то новые возможности и так далее. И сегодня мы как раз занимаемся темой развития сибирской кухни. Эта история у нас началась с форума, который прошел в этом году, который был посвящен хорике. И мы приняли решение, что мы будем как раз в теме сибирской кухни развиваться. Оценить сибирский колорит на вкус могут путешественники, которые уже побывали в ряде гастрономических туров в Краснозерском, Тогучинском, Сузунском и Маслянинском районах. И на очереди еще один. 28 июля мы планируем с гастрономическим туром выйти в Масковский район. Сейчас наши прояведы работают над историей кухни, над историей села, где мы это будем проводить. Поэтому мы ищем традиции, ищем локальные блюда, традиционные рецепты. А рецептов этих множества и районов области немало, поэтому впереди предстоит еще длительный путь. С планами представителей сферы гостеприимства и ресторанного бизнеса сегодня познакомился губернатор Андрей Травников. Сказать, какая она новосибирская кухня, сибирская кухня в Новосибирске, однозначно нельзя. Потому что здесь есть все, по-моему. И может быть в этом наша как раз особенность и фишка, что в Новосибири можно попробовать все. Глава региона высоко оценил идею проведения фестиваля сибирской кухни. И содействие областных властей в организации мероприятия гарантировано. Дмитрий Белькевич, Андрей Руднев, Новость УТС. Уже в августе на один долгострой в Новосибирске станет меньше. Дом 12-1 на улице Есенина готовят к заселению. Сегодня в этом убедились представители власти и сами дольщики. Подробности у Константина Клещина. Сегодня будущие жильцы дома на Есенина, как страшный сон, вспоминают предыдущие 10 лет. Именно столько времени тянется стройка. Она застыла на 16-м этаже из запланированных 24-х. И весь процесс взаимодействия со строителями перешел в судебные инстанции. Неудивительно, что информация о той борьбе выглядит как сводка боев. Многие в 2013 году купили первые квартиры в этом доме. И 10 лет пять членов ЖСК вообще не дожили до окончания строительства, к сожалению. Чтобы завершить строительство, дольщики объединились в ЖСК со вполне символичным названием «Стелла». Но этого мало. Дольщики доплатили за квадратные метры. И тогда правительство Новосибирской области подобрало им добросовестную строительную компанию, которая вложила свои деньги, получив в качестве компенсации от государства земельный участок по льготной схеме. Работа закипела весной минувшего года. И уже завершается. Осталась незадымляемая лестница. И основная работа осталась это по благоустройству, на котором сейчас ведется работа. То есть это гидроизоляция парковки и планирование земли. Когда первые два условия соблюдены, софинансирование жильцов и нового подрядчика, свою лепту вносит правительство региона. Им выделено 40 миллионов рублей на лифтовое хозяйство и благоустройство. В настоящий момент у нас порядка 40 долгостроев. До конца года мы по всем объектам примем решение. По всем объектам будут проработаны дорожные карты. Работы на объектах уже идут. И если не в этом, то в следующем году людей ждет новоселье. Константин Клещин, Алексей Баженов, Новости ОТС. Два моста на трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар расширят до 14 метров. Сегодня переправы через речки Ирмень и Шарап капитально ремонтируют. Когда закончат работы и что сейчас происходит на объектах, узнал Александр Сульдин. Село Новый Шарап, вот это заволотинская деревня, а это важная трасса Новосибирск-Кочки-Павлодар. Сейчас движение идет по ней в этом месте в реверсивном режиме. То есть сначала проходит поток со стороны Новосибирска. Когда колонна заканчивается, начинает двигаться встречный поток. Здесь ремонтируют важный мост. Движение, соответственно, ограничено. Вот видим, что на проезжей части его половины уложили гидроизоляцию и арматуру. Здесь на проезжей части и на тротуаре будут все заливать бетоном. Далее уложат два слоя асфальта. Соответственно, бетон уже устал, так скажем, и опоры в разрушенном состоянии, слабый бетон. Соответственно, что было сделано на опорах, устроена так называемая силовая рубашка из бетона. Вот. И опоры, ригеля, одеты в силовую рубашку. Ригели – это вот эта конструкция, на которой расположены пролеты моста. Их не только сверху залили бетоном, сделали вот эти кубы под балки моста, но и существенно увеличили. Раньше конструкция заканчивалась вот здесь. Ширина моста теперь будет 14 метров вместо 11. Заменили и вот это вот пролетное строение. Когда там наверху, на дороге и на тротуаре закончатся работы, такая же участь ждет и вот эту сторону моста. Сроки будут меньше, естественно, потому что опоры уже возведены. То есть останется только поменять балки и устроить дорожную надежду. И это не единственный мост, который ремонтируют на данной трассе. Например, несколько ближе к Новосибирску приводят порядок такую же переправу через реку Ермений. Там выполняют примерно такие же работы, как и здесь. Их планируют завершить к осени. И транспорт что в сторону Новосибирска, что в сторону Казахстана пойдет без ограничений. Александр Сульдин, Алексей Зубила, Новости ОТС. Выгодно и покупателям, и продавцам. В Новосибирской области реализуют уникальный для страны проект. Продовольственные ярмарки. Светлана Шевченко оценила ассортимент на прилавках. Сегодня на ярмарке по улице Большевистской очередная дегустация. Можно попробовать рыбу и сыр. Есть покупатели, которые ходят сюда за товарами с самого открытия. Уже 10 лет. Фрукты, овощи, мясо. Очень вкусное, всегда все свежее. Даже в магазин вообще не хожу после работы. Здесь недалеко работаем. Пришли, здесь все закупили. Очень удобно. На витринах хлеб, кондитерские товары, овощи, фрукты, молоко и молочная продукция, колбасы, рыба и мясо. Особое внимание витринам с мясной продукцией от новосибирских производителей. Сейчас в сезон пикников покупают чаще всего шашлык 295 рублей за килограмм. И в круглый год говядина суповая 200 рублей за килограмм. Это более 50 рублей экономии по сравнению с обычными магазинами. В ярмарках участвуют местные производители, у которых нет возможности представлять продукцию на полках федеральных торговых сетей и гипермаркетов. Расходы на содержание помещения оплачивают из городского бюджета. Производители, в свою очередь, делают скидку на товары от 20 до 40%. При этом за прошлый год товарооборот ярмарки на большевистской составил 338 миллионов рублей. Поток больше, соответственно, и чек даже больше. На сегодня по городу, на розничных точках, на стандартных розничных точках, где-то от оборотки 20-25% занимает только арендная плата. Здесь представляем ассортимент и как минимум откатка ассортимента. То есть мы вводим новую позицию, смотрим, как на нее реагируют люди. После этого можно и в сеть вводить товары. Сейчас на территории Новосибирска действуют три таких площадки. Две городских, одна областная. Сеть расширят. Давайте мы устроим соревнования. В городе две ярмарки и две ярмарки будут областные. Областного министерства у нас будет возможность всегда сравнивать результаты по обороту, по количеству торговых точек. По затратам бюджета на этот проект. Поэтому принципиально поддерживаем. В планах открыть социальную продовольственную ярмарку в левобережье мегаполиса. Место выберут с учетом проходимости и транспортной доступности. Светлана Шевченко, Родион Токарев, Новости ОТС. На радость ребятишкам и родителям новую детскую площадку установили на улице Дачной. В Новосибирске двор изменился до неузнаваемости благодаря партийному проекту «Территория детства». На открытии побывала Юлия Алиханова. Что может быть прекраснее спортивных тренажеров прямо во дворе? Только новая современная площадка для детей. При строительстве учли все нюансы. Безопасное резиновое покрытие, качели для любого возраста и лавочка для отдыха. На улице Дачной появилось новое дворовое пространство. Аквагрим, аниматоры и мастер-классы. С таким размахом жильцы дома отмечают открытие детской площадки. Невозможно даже представить, что совсем недавно на этом месте была невзрачная пустая поляна. А сегодня здесь вовсю резвятся дети. Искали место. Дети у нас растут, рождаются. Она у нас постоянно востребована. Постоянно дети, взрослые, подростки. Пока культурно. Современную площадку установили в рамках партийного проекта «Единая Россия. Территория детства». В первую очередь учитывали желания жильцов. Люди самостоятельно определяли место и какие дворовые объекты будут востребованы для жителей этого дома. В свое время, когда фракция «Единая Россия» вышла с идеей к губернатору Новосибирской области, Конрид Александровичу Травникову, он эту идею сразу же поддержал. Благодаря, наверное, такой совместному движению «Навстречу» получился хороший проект, который несколько лет в городе Новосибирске работает. Такого рода площадки всегда очень востребованы у людей. Они необходимы, нужны. И когда это современные, удобные, красивые, по наш взгляд, это здорово. Также в этом году планируют установить 52 детских площадки в Новосибирске, а также несколько площадок в Бердске. Юлия Алиханова, Родион Токарев, Новости ОТС. Новосибирцы смогут почитать книгу в трамвае, даже если не заплатят за билет. Сегодня в сквере за оперным театром официально открылся книжный клуб «Сибирь на страницах. 13 историй города Н». Там можно будет купить произведения местных авторов и пообщаться с писателями. Алексей Кудинов продолжит тему. Этот объект теперь не просто памятник городской легенде. 13-й трамвай приглашает новосибирцев в путешествие по миру литературы, местной, сибирской, которая почти не представлена в сетевых магазинах. «Знаете, вот есть проблема. Если, допустим, вот, допустим, пять лет назад, когда мы продавали книги свои, было достаточно много, по-моему, по городу книжных магазинов. Можно было и здесь продавать, и в этом городке продавать. И самое страшное, самое интересное, что вот эта торговая наценка на книгу, ну, составляла на 50%, да, ну, может быть, чуть больше. Сейчас же я захожу вот в такую развитую торговую сеть, мне говорят, 200% и больше. Я говорю, да кто же ее тогда будет покупать за эти огромные деньги? Сказки и поэтические сборники местных авторов, энциклопедии, журналы и краеведческая литература. Это то, что в трамвае можно купить или просто полистать. Здесь же в вагоне будут проходить встречи с писателями, краеведами и блогерами. И расскажу о своей новой книге, которая сейчас готовится, и надеюсь даже, что почитаю какие-нибудь рассказы, особенно короткие. Пока рабочее название будет «Блеск ноль», потому что первая книжка «Переблеск», она названа по сюжету моей повести, в которой есть специальная служба, фантастическая такая, в городе, которым угадывается Новосибирск, которая введена для того, чтобы определять по специальной шкале, насколько сильно блестит ОПИ. Легенда Алтая, творчество Юрия Магалифа, встречи с детскими писателями. Июльская программа насыщенная. В тестовом режиме клуб начал работать в день города. Уже тогда в вагоне было много посетителей. Заходили, что «А что здесь такое?» Более того, многие ждали какого-то открытия, что-то здесь должно было произойти. И говорили, так здесь не кафе, здесь оказывается книжная лавка или книжный клуб. Что ж, ну это было интересно. Накануне 13-й трамвай подключили к электросетям. Это, правда, не позволит запустить в памятнике штатную систему отопления. Организаторам книжного клуба предстоит придумать, как работать в холодное время года. Пока у нас несколько вариантов, что делать с нашим пространством зимой. Мы либо будем его как-то утеплять, либо консервировать и ждать опять теплых времен. Но я думаю, что это все решаемо. Главное, чтобы было желание, руки, ноги, голова. Алексей Кудинов, Борис Гладких, Новость ОТС. На сегодня это вся информация. Оставайтесь с нами в эфире и в группе ОТС Горсайт ВКонтакте. И до встречи. ОТС Горсайт ВКонтакте. Квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопер Вира. Прогноз на 14 июля. В воскресенье плюс 20-22. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Отличного настроения. До встречи.